Урок 6, занятие 4. Пособие по беременности и родам. Когда беременность женщины близка к завершению, и она не может больше полноценно работать, ее отправляют на больничный. Обычно это 140 календарных дней. И за этот период ей выплачивается пособие по беременности и родам. Расчет пособия по беременности и родам в 2012 году может еще производиться по одному из двух вариантов, т.е. есть пока право выбора – расчет по старым правилам 2010 года и расчет по новым 2011 года. Сразу скажу, что с 2013 года расчет может проводиться только по новым правилам. Теперь давайте рассмотрим сами эти правила. Сначала разберем расчет пособия по старому. Сначала нам нужно определить расчетный период. Это будут 12 календарных месяцев, которые предшествовали месяцу ухода в декретный отпуск у данного работодателя. Т.е. если женщина уходит в декретный отпуск в сентябре 2012 года, то расчетный период будет с 1 сентября 2011 года по 31 августа 2012 года. Далее, из расчетного периода нужно исключить периоды временной нетрудоспособности, основных и дополнительных отпусков, отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком, дополнительные оплачиваемые дни для ухода за ребенком инвалидов, т.е. все периоды освобождения от работы, когда страховые взносы не платились. Дальше определяют сумму заработка у данного работодателя за последние 12 месяцев, на которую начислялись страховые взносы ФСС. Из сумм заработка исключаются отпускные, а заработок, полученный у других работодателей, учитывать нельзя. Т.е. только заработок учитывается у этого работодателя, который отправляет женщину в декрет. Далее производится расчет среднего заработка по формуле. Сумма начисленного заработка за период разделить на число календарных дней периода, за которые учитывается заработная плата. И величина среднего заработка, принимаемая для дальнейших расчетов, не должна превышать 1139,99 руб. Давайте рассмотрим пример. Сотрудница Лапкина уходит в отпуск по беременности и родам с 1 августа 2012 года. Выплаты и вознаграждения Лапкиной составили В 2010 году с января по июнь заработная плата 20 000 руб. ежемесячно. В июле заработная плата 2 000 руб. отпускные за 28 календарных дней отпуска – 18 000 руб. С августа по сентябрь заработная плата – 20 000 руб. ежемесячно. В ноябре заработная плата – 15 000 руб. Пособие по нетрудоспособности – 5 дней болезни – 5 000 руб. И в декабре заработная плата – 20 000 руб. Премия – 5 000 руб. Данные за 2011 год. С января по май заработная плата – 21 000 руб. ежемесячно. В июне заработная плата – 2 000 руб. Отпускные. Отпуск – 28 календарных дней – 19 000 руб. С июля по сентябрь заработная плата – 21 000 руб. ежемесячно. В октябре заработная плата – 10 000 руб. Отпуск без сохранения заработной платы – 15 дней. С ноября по декабрь заработная плата – 21 000 руб. ежемесячно. И премия в декабре – 6 000 руб. И данные за 2012 год. Мы позже с вами рассмотрим пример и по старому, и по новому. Поэтому нам потребуются данные и за 2 предшествующих года, и за текущий год. Итак, за 2012 год с января по июнь заработная плата – 23 000 руб. ежемесячно. И в июле заработная плата – 16 000 руб. Пособие по нетрудоспособности за 7 дней болезни – 7 000 руб. Теперь давайте считать. Сначала посчитаем по старым правилам. Расчетный период будет с августа 2011 года по июль 2012 года. Суммируем все выплаты и вознаграждения вот за этот расчетный период. Это заработная плата и премия. Итого 254 000 руб. Обратите внимание, здесь у нас отпускные не учитываются. Число дней, участвующее в расчете, будет 365, мы отнимаем 15 дней, это она была без содержания, и 7 дней болело. Получается 343 дня. Если бы здесь был отпуск, то он также бы вычитался. И определяем средний дневной заработок. Сумму выплат и вознаграждений – 254 000 руб. Делим на 343 дня. Получается, что за каждый день мы должны выплатить 740 рублей 52 копейки. Теперь давайте рассмотрим расчет по новым правилам. И затем опять же на примере сравним. Расчетный период – это также, как для пособия по нетрудоспособности, два календарных года, которые предшествуют году отпуска по беременности и родам. Т.е. если отпуск имеет место в 2012 году, то расчетный период будет 2010-2011 год. В 2013 году – 2011-2012. Число дней, которые участвуют в расчете, равно 730. Никакие периоды не исключаются. И опять же, есть максимальная сумма выплат, которые учитываются в расчетах. Напомню, за 2010 год – это 415 000 рублей, за 2011 – 463 000 рублей. И определяем средний дневной заработок делением суммы выплат и вознаграждений на 730. Т.е. смотрите, порядок тот же самый абсолютно, что и для расчета пособия по нетрудоспособности. Сам расчет пособия одинаков для обоих вариантов, как по-старому, так и по-новому. Методы по-старому и по-новому отличаются только в плане расчета среднедневного заработка. Дальше величину среднедневного заработка мы умножаем на число дней отпуска по беременности и родам. Обычно это 140 дней. Однако число дней обязательно уточняется по листку нетрудоспособности, потому что если двойня, тройня, то количество дней будет больше. Важно использовать для расчетов правила 2010 года, т.е. старые правила расчетов, можно только в том случае, если работник сам напишет об этом заявление. Вы ему, конечно, можете подсказать, т.е. сделать расчет по-старому, по-новому, посмотреть и подсказать, но окончательное решение принимает работник. И давайте рассмотрим пример расчета по новым правилам. Продолжим работу с нашей сотрудницей Лапкиной. Суммируем выплаты и вознаграждения за 2010 год, т.е. заработную плату и премию. Здесь, обратите внимание, также не учитывается пособие по нетрудоспособности. Однако здесь отпускные учитываются, вот они идут, плюс 18 тысяч рублей. Это у нас были отпускные. И считаем выплаты и вознаграждения за 2011 год. Здесь мы тоже просуммировали отпускные – 19 тысяч рублей. Ну и, естественно, все заработные платы за месяцы и премию. Итого за 2 года у нас получилось 487 тысяч рублей. И рассчитываем средний дневной заработок. Точно так же, как и для пособия по нетрудоспособности в общем случае. Сумму заработка за 2 года делим на 730. Получается 667 рублей 12 копеек. Обратите внимание, что в этом случае величина среднедневного заработка у нас получилась меньше. Значит ли это, что новый способ более выгодный? Не всегда есть случаи, когда получается выгоднее и по новым правилам. Поэтому в каждом случае для того, чтобы сравнить, нужно посчитать просто двумя методами. Давайте посмотрим еще изменения, которые ожидаются с 2013 года. Право выбора методики расчета, как я уже говорила, действует до конца 2012 года. И начиная со следующего, 2013 года, можно будет использовать только новые правила расчета. Пока это все в планах, но предполагается, что будут выделяться периоды, не участвующие в расчетах. То есть из 730 дней они будут вычитаться. И за счет этого должен увеличиваться среднедневной заработок. Что же предполагается вычитать? Отпуск по уходу за ребенком и по беременности и родам, дополнительные дни для ухода за ребенком-инвалидом, временная нетрудоспособность и другие периоды освобождения сотрудника от работы, когда страховые взносы не уплачивались. Но, опять же, это пока только в проекте, и будем надеяться, что все это утвердят. Теперь домашнее задание к занятию. С 28 марта 2013 года тестомес ООО «Плюшка-Мукина» уходит в отпуск по беременности и родам сроком на 140 календарных дней. Данные для расчета больничного. Заработок для расчета пособия, выплаты, на которые начислялись страховые взносы в фонды, за 2011-2012 год составил 230 тысяч рублей. Рассчитайте выплаты по больничному листу. За счет каких средств фонда или работодателя выплачивается пособие. Успехов в выполнении задания! Увидимся в следующих занятиях!